Ключи к мирозданию Как пользоваться данным видео? Всегда ставьте вопрос перед прослушиванием видео. По подобию вашей мысли, ваше подсознание будет вылавливать именно то, что вам необходимо. Можете прослушать видео всё сразу, а по ходу записывайте важные осознания и рекомендации. Можно использовать видео как книгу перемен или карты подсказки от ангелов. Задал вопрос, получил конкретный ответ, промотав видео на любую минуту. Слушайте до тех пор, пока ваш внутренний голос скажет всё. Далее сделайте важные выводы, наметьте план на будущее и, главное, действуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Мои дорогие, ещё хочу одну важную вещь сказать вам. Когда у вас происходят проверки из штаба, и когда такие, знаете, серьёзные испытания уже, казалось бы, такие вот прям реально очень приличные происходят в вашей жизни, этому нужно радоваться, а не пугаться. Почему? Потому что вскрылась какая-то проблема серьёзная, нерешённая. Это как, знаете, гнойник, который, или как, знаете, как у меня сейчас обнаружилась киста в зубе, значит, её нужно вскрыть, почистить и заделать, чтобы всё было дальше хорошо, иначе дальше будет хуже. Поэтому это очень хорошо. Вы должны прийти, то есть когда это же четвёртый, пятый уровень сознания, ну, пятый это уже больше, когда вы радуетесь тому, что произошло. Вот такое, допустим, да, как сын там послал куда-то, как там муж там любовницу завёл, и это вскрылось. Вот это вскрытие проблемы, это, значит, нерешённое. Очень много каких-то вещей, которые были когда-то, и теперь слава тебе, наставники, как я говорю, что это всё вскрылось, и это теперь есть возможность этот вопрос разрешить. И этот узел, возможно, кармический развязать, или где-то разрубить, и дальше идти свободными. Вот, так что, мои дорогие, стремитесь, если это некий идеал, то есть та точка не идеал, это некая точка, ну, идеал себя, наверное, да, когда вы любую ситуацию, любой ситуации будете радоваться. Например, у меня произошло с этим зубом опять, у меня просто другого нет ничего. Вот я вам на примере зуба своего показываю. Вскрылась, да прекрасно, да это очень хорошо, когда мне рассказали там что, чего, как, я радуюсь. Хотя там не просто, там тоже лечение и прочие такие моменты. Да это прекрасно, да это очень хорошо. Произошло так, значит, нужно сейчас вот думать, чесать одно место наверху, голова называется, что делать, и разрешать этот момент. Так что молодцы, молодцы, идем в хорошем темпе и радуемся. Радуемся всему, особенно вот таким задачам, проверкам и испытаниям. Еще раз напомню, что наши нейронные связи нарабатываются постепенно. Это как дорогу, знаете, по бездорожью. Нам нужно сначала выкорчевать пни, потом песочку, потом щебеночки, потом асфальтика положить. И это все поэтапно. И нейронные связи вот только так нарождаются, мои дорогие. Или это очень резкий должен быть такой, знаете, как это называется, стресс. Но это, как правило, негативные нейронные связи быстро протягиваются. А позитивные тоже бывают в техниках на элопии. Но в любом случае это потом поддерживать нужно по каждодневным. Как вы делаете технику, да, по якорению? То есть это дает вам форму для того, чтобы сложной ситуации справиться с этим. А потом вы должны постоянно, постоянно практиковать новую привычку. Поэтому ты молодец, Синечка, что ты это делаешь. По поводу того, что все из детства, да, вот, видишь, пришла программа. И эта ситуация вытащила это из тебя. И это прекрасно, как я предыдущим говорила в сообщении. Это хорошо, когда вылазят такие штуки. Это классно. Значит, вот берем ту первоначальную установку, да, и, соответственно, значит, работаем с ней с детства. Потом я говорила уже об этой ситуации, когда вы спокойны, то дети перестают беситься. Это ваша энергетика. Ну, как бы дети, дети как провокаторы, они как такой триггер для того, чтобы, опять же, вытащить из вас там какую-то негативную установку, как, в принципе, как и все люди. То же самое триггером является для нас. Вот, а не тренажер для нас, да. Вот таким образом, значит, наша задача действительно учиться найти методы, которые вас наиболее успокаивают в этот момент. Как вы этого добьетесь? Я даю несколько способов, как раз диссоциации и прочее. Вы должны сами для себя найти оптимальный способ. Желательно все переводить еще на юмор. Юмор вообще-то такая штука классная. Спускаться, еще раз говорю, на уровень детей. Начинать с ними, как дети, то же самое, да. Он плачет, а вы с ним поплачьте. Он так бесится, и вы покажите на уровне ребенка, не взрослого, как вы бесите. Ой, я тоже так хочу, да, 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 я. Ну, поплачьте вместе, вы знаете, ну, подурачьтесь. Я же не просто так вам дала задание четвертое, да, спуститься на уровень ребенка. Вот и спускайтесь, и вот это попробуйте. Это будет нестандартное поведение. Ребенок уже по-другому будет реагировать. Так что он привык на ваши обыкновенные уже. Вот эти крики, всплески. И дети, как правило, уже не реагируют на это. Вот. И помните, я рассказывала историю, когда мамочка мне рассказывала, молодая, что ребенок плакал, орал, она просто надела наушники, отвернулась в окно и стала смотреть, слушать меня и смотреть в окно. Все. Три минуты ребенок успокоился, а он там есть не хотел, доел, еще попросил добавки. Понимаете, просто наше поле нужно успокоить, учиться успокаивает наше поле. Быстро. У вас все получится. Это будет у вас скоро вообще. Вы будете действительно спецназ, мои дорогие. По поводу, значит, есть ли разница, да, страх или... Вот смотрите, без разницы. Есть негативные ситуации. Есть ли у вас ограниченную установку выявили. Есть ли у вас страхи. Давайте еще раз напомню, в чем разница ограниченную установку от страхов. Страхи, они явные. Их, как правило, видно. Это реакция наше тело. Ограниченная установка – это та глубинная программа, которая вызывает эмоциональную реакцию в нашем теле. Это тот же животный страх может выйти. То есть якорь какой-то из прошлой жизни, программа, которая заикарилась, и вытаскивает эмоции на поверхность. Потому что установки – это глубинная штука, она работает подсознательно. И многие люди часто их не видят. И наша задача – вытащить как раз через разные техники наблюдения за собой, что говорим мы, что говорят наши близкие и прочее. А страх – он явный, его видно, его вот хотя бы, да, мы начинаем копать. Ситуация – это просто, как бы, та ситуация показывает как раз через эмоции, эмоция всплыла, указывает нам на глубинную нашу установку. То есть понятен у вас смысл, да, что, зачем идёт. Вот, так что всё, начинаем с ситуации, доходим до страха, и потом ещё идём в глубь. Вытаскиваем вот этот корень. И как только вытащили корень, мои дорогие, всё перейкарили, у вас теперь новый якорь, позитивный, хороший. И вытащили вот этот очаг, который вас беспокоил. Наташенька, здесь смотрите, это же ваш выбор. Вы всё время меня спрашиваете, а можно? Ну, я вот так это утрирую, конечно. Можно, мои дорогие, можно всё делать, можно возвращаться, можно пробовать заново. Единственное, будьте внимательны на знаке Вселенной. Вселенная показывает, что вот именно Вселенной нужно спрашивать, а можно? Родные, а можно? Нужно ли? Полезно ли? Можно? Они скажут, можно. Знаете, историю хорошую расскажу. У меня девочка одна, она там всё время на совете мудрецов общалась с ними, она уже вышла на такой уровень, то есть постоянное общение. И она как-то их спрашивала по всякой мелочи, ну, а что не спросить, они всегда твиты давали. Она, значит, там делала паспорт, и ей нужно было его забирать. И она, значит, спрашивает у наставников там, а можно поехать паспорт забрать? Они говорят, можно. Она приезжает туда, паспорт не готов. Она говорит, подождите, я вас спрашивала, а вы мне набрали. Она говорит, ну, ты же спросила, можно, можно съездить. А ты же не спросила, готовы ли паспорт? И нет. Для меня это было, знаете, таким откровением. Поэтому можно всё абсолютно, а вот полезно это будет кармически, или как, вы должны сами спрашивать своих наставников и у Вселенной. И пусть они в течение, допустим, вот полезно ли мне сходить с этим человеком. Вселенной, покажи, пожалуйста, например, если на зелёный свет, мне все три дня везде, чтобы попадался, да. Если нельзя, значит, красный везде. Просто поставьте галочки, что больше, красного или зелёного. Может быть, другие люди, пусть через людей. То есть мы не ограничиваем себя только вот этими знаками, а мы уже тогда просим Селину показать многочисленными знаками полезность для прохождения. И вам может быть действительно, понимаете, какая-то польза, это в нашем понимании это счастье, это хорошие эмоции, удовольствие, это радость. Польза для души пройти какой-то трешевый опыт, получить там негативные эмоции, и это польза будет для вашей души. И вам скажут, иди туда, это полезно. А, это полезно, это приятно. Ну, это мы и так думаем. Нам, мы-то хотим всю зону приятности, вот, кстати, зону комфорта, зону приятности. А для души-то она приходит для разного опыта. Поэтому смелее, хочется, идите, развивайтесь, дальше общайтесь. Ну, не получилось. Главное тоже, вот, понимаете, я тут, чтобы вы понимали, а то некоторые подумают, что я все там призываю к тому, что не получается бегить. Нет. Есть другой момент. То есть, наоборот, вот бежать лишний раз, то есть, пришел в одни отношения, чуть-чуть не получилось, побежал в другие, вторые грабли, те же самые, серийные, третьи тоже самое, пошел, пошел по вот этим с граблями по граблям. Хороший, кстати, название для книг с граблями по граблям. Таким образом, что получается? Получается. То есть, человек никак не может выйти на уровень коммуникации, то есть, он убегает от проблем. Поэтому здесь должна быть золотая середина. И многие пересиживают карму, просто, просто пересиживают. Там уже вселенная им трубит во все это, беги отсюда. А он все сидит и думает. Ну, не думает, обычно страхи держит, это же все страхи. А другие, наоборот, убегают от этого и сразу бегут в какие-то, не решив тут какой-то первый, второй, третий шаг. Знаете, как пролет лестничный есть, 10 ступенек, да, и вот отношение на одну ступеньку зашел, на вторую зашел, а это ж труд. На третью, а то хоп, бац, ему прилептело. И вместо того, чтобы решить это, пойти дальше на четвертое, он уходит с этого пролета, выбирает себе новый пролет и идет по этому пролету ровно до третьей ступеньки. Потом бац, полба опять грабли, опять вот такая, вот такая вот канитель у нас, да, это называется уже Круг Сансар. Вот, мои дорогие, так что можно, все можно, но думать надо. Хороший, хороший очень вопрос по поводу гадалок и всех. У нас сейчас как раз мне тоже там очень много вопросов в личке задается по этому поводу. Вот, и что я хочу сказать, мои дорогие, когда вам какой-то человек, как кажется, экспертный, ну не знаю, ясновидящий экстрасенсик, ну кому-то вы пришли, даже к доктору, между прочим, медику, вы всегда на второй позиции, как бы с ней, смотрите снизу вверх на какого-то эксперта, он вам заявляет что-то, когда вы начинаете верить в это, то у вас получается, включается программа. Хорошо, если это программа позитивная, которая дает какое-то вам развитие, как-то подталкивает вас на успех, мотивацию, вот многие мне верят, да, я говорю, ну что ты, все у тебя получится, ерунда какая-то, иди вон, все, наставники с тобой, я рядом, что, все хорошо. Человек верит, идет, и все получается, да, вот в этом случае прекрасно, очень хорошо. Ну и я негативных программ никому не ставлю, я только позитив и радость, в любом случае все хорошо, не в этой жизни, так в следующем все получится, мои дорогие, зачем нам оттягивать. Но очень много ко мне приходит разных людей и говорят, вот, сходил туда-то, мне там такого наговорили, про меня, про моих близких, что в общем я теперь в шоке. Когда перед нами какое-то есть авторитетное лицо, мы всегда как бы раскрыты, мы открыты, мы в доверии, знаете, программы проникают легко. И я не говорю, что нужно сомневаться, как-то еще что-то, но, друзья мои, нужно фильтровать. Вот позитивное беру, а все, и как пазл, как пазл, я много рассказывала историй, когда я пришла к ясновидящей, я говорю, что там у меня со здоровьем, ой, операция будет, ой, там туда-сюда, описала мне, что там я, ну ладно. Говорю, что с деньгами, ой, денег будет куча, потом сбылось, операция не у меня, у собаки, денег куча, но не наши, а это было курьерские, которые там действительно мы раскладывали на полкомнаты, потому что нужно просто их было сочетать, просто так их невозможно было, да, это курьерские деньги, это не наши были деньги, муж работал в курьерской службе, и много такого прочего, да, хорошо это вот, если я так отреагировала спокойно, а сколько приходят ко мне людей, которые выпрямляешь, в буквальном смысле, да и вы их согнули, а ты их выпрямляешь, как вот вы многие, да, с программой понавтыкали, вот эти иголки вытаскиваем, поймите, любой человек, который вам что-то говорит, вещает, мастер, неважно, человек какой-то там, где угодно, он любую информацию преломляет через свой опыт, это его субъективная реальность, это его субъективный взгляд, это его пазл, возьмите оттуда то, что вам нравится, не нравится, не берите, вы имеете право отключать или включать программы, чужие, которые вам понавтыкали, другой случай, когда ко мне девочка пришла на регрессивный гипноз, и там в прошлой жизни показали, что был у нее ребенок, он у нее, значит, заболел аутизмом, его напугали, он ушел в себя, она его лечила, лечила, ничего не получилось, прошла к колдуну, колдун сказал, не выживет, умрет, она поверила, включилась программа, девочка не выжила, умерла, приходит она в Тонкий мир, к духовным наставникам, на совет, там сидит этот колдун, потом колдун снимает маску, это была его родственная душа по группе, единомышленник там, по специализации, говорит, ты как посмел вообще мне вот это сделать, говорит, так мы с собой контракт подписали, ты должна была пройти этот урок, был урок на веру, и ты его не прошла, что-то повелась-то, вот, мои дорогие, что вы ведетесь-то, ну, в общем, я надеюсь, вы поняли, да, все эти истории, в общем, берем пазл, какой-то, для себя, и составляем сами картину, и не надо перенимать чужие программы, нравится берем, не нравится, отсылаем, там, где было, всех обнимаем, максимального хорошего дня формирования, 25-26 я говорила об этом, да, что у нас действительно идеальные дни, но поймите, что если вы в своем потоке, вот смотрите, вот, давайте я на своем примере сейчас покажу, если я буду смотреть на лунный календарь, хороший сегодня лунные сутки, мне есть почесать там что-нибудь за затылком, или пойти мне пописать что-нибудь, какой-нибудь пост, или нехорошие сутки, мне там что-то, да, записать видео для Ютуба, я и буду так долго сидеть, и ничего не сделаю, я иду и делаю, если мне нужно, у меня план, если чувство у меня что-то, что-то сопротивление идет сильное, то одно, то второе, знак отселенной, я понимаю, так, ребят, я все поняла, нужно подождать, какие-то идут процессы на тонком плане, которых я не знаю, я просто отодвигаю это дело, да, иногда очень трудно себя заставить, раскачиваешься, музыка, походишь, вот сегодня что-то вообще, такое состояние, знаете, вообще ничего не хочу делать, вот дойти до компьютера бы там сесть, да, хотя бы там полстатейки написать, да, вот не хочу, валяюсь, лежу, ну, ладно, лежу, поваляюсь, сейчас три банана съем, как вопрет, пойду посижу потом, да, но я не, как сказать, не позволяю себе долго засиживаться, залеживаться, я понимаю, что это просто физика начинает, да, и просто-напросто я сейчас засядю, засядешь, то все, планирование у меня, в любой момент идея пришла, некоторые говорят, вот полнолуние, такие дни тяжелые, для это, для все вот эти тяжелые дни, для тех людей, которые, которые на другом уровне сознания, менее проработаны, да, например, полнолуние у меня вообще прет все, канал открыт, и пошло, там трансформация, хочешь, хочешь, какие-то идеи, хочешь, какие-то вещи, то есть у меня, вы видите, знаете, это перманентно у меня происходит, эта идея, хоп, мы там вот тоже, мы же вот этот марафон, собственно говоря, с ребятами за 3 часа придумали, у нас был другой проект, да, потом мы смотрим актуальность, мы просто хоп, переиграли все это дело, какие лунные сутки, мы даже не смотрели, какие лунные сутки там были, кстати, интересно посмотреть, да, в другой стороне, в другой стороне, когда я делаю дальносрочные, то есть у меня, например, план какой-то есть, уже, есть какая-то цель, и я знаю, что я хочу максимально запустить, чтобы энергии планет не помогли, тогда я выбираю хорошие лунные сутки, да, определенные, там 7, 14, 24 лунные сутки, очень хорошие, тоже для фундамента, будучи где, дальносрочного, да, и там первые лунные сутки хорошо планировать, ну там есть еще определенные, ну каждые сутки они под что-то хороши, все, мои родные, и вот тут вот можно себе действительно это сделать, да, какой-то вот такой вот реально, чтобы вот сама энергетика тебе как, знаете, вставить парус под ветер, поставить, не вставить, а подставить, и тебе понесло, вот, надеюсь, вы что-то для себя полезное взяли из моего опыта, всегда рядом пара психолога Полина Сыхова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok